Особое мнение на 101FM Лето это всегда такие самые горячие дни для строителей, чтобы поработать Но я не могу просто не начать с просьбы прокомментировать случай, произошедший в нашем городе на прошлой неделе Трагедия, произошедшая 28 апреля и потрясшая весь город Я имею в виду обрушение строительного крана на стройке рядом с Зубаревским лесом Там возводится большая школа Как вообще объективно расследуются такие истории, происшествия? Какие органы подключаются и вообще насколько это серьезно для строителя? Я думаю, что это одна из самых больших трагедий, большое несчастье, которое может произойти И во что это может вылиться? Мы начнем с этой ситуацией Во-первых, это трагедия, то есть погиб человек Конечно, выражаю свое соболезнование семье погибшего С точки зрения строительной организации То есть это авария, которая повлечет в любом случае возбуждение уголовного дела Потому что здесь есть пострадавшие, то есть смертельный случай Следственные органы будут определять виновность того или иного должностного лица Причем, если это уголовное преследование, то это в отношении конкретного физического лица То есть это не организация, это физическое лицо Потому что главную ответственность может нести только конкретный человек А физическим лицом кто в данном случае выступает? А здесь уже следственные органы будут выяснять Почему? Потому что обязанности по выполнению техники безопасности По работе грузоподъемных механизмов, они распределены в организации В любом случае за все отвечает директор Но он своими приказами, часть своих должностных полномочий, часть своих обязанностей Перераспределяет на сотрудников То есть это и главный инженер, технический директор, как их сейчас могут называть Это и непосредственно производители работ, которые выполняют работы на объекте То есть это прораб, мастер по-старому, как назывались Это могут быть и иные должностные лица, которые отвечают за безопасное производство работ И за состояние грузоподъемных механизмов То есть, скажем, это механики Это те, кто отвечают за охрану труда Причем здесь, насколько мне известно, сама фирма-заказчик-застройщик Она своих строительных механизмов не имеет То есть она их нанимает по договору Вы писали, что пермская организация Да, то есть и в договоре, опять же, могут быть распределены обязанности Может это предоставление просто быть самого грузоподъемного механизма башенного крана А все на себя наберет уже, скажем, заказчик-застройщик Тот, кто берет в аренду Либо это может быть все остаться и на том, кто сдает башенный кран То есть здесь вариантов, наверное, может быть много В любом случае уголовное дело, ну даже уже средства массовой информации Есть такое сведение, что оно возбуждено Да, заведено И, соответственно, время для того, чтобы оно было расследованием Это несколько месяцев А дальше, в любом случае, суд И в рамках судебного производства Будет назначено наказание тому должностному лицу Или, может быть, нескольким должностным лицам По вине этих лиц, которых произошла вот эта трагедия Судя по той информации, которая уже появлялась в СМИ, в социальных сетях Вы какую картину можете сложить? Ну, хотя бы вот так, если осторожно попытаться прокомментировать На мой взгляд, недопустима ситуация, когда там кран сорвался и поехал буквально куда-то Ну, по крайней мере, так это описывалось Вот, знаете, меня там не было, поэтому трудно говорить о причинах То есть мы смотрели со своими специалистами Потому что у нас тоже есть башенный кран со своими специалистами На наш взгляд, да, там есть нарушения, но это, опять же, наша такая необъективная оценка Субъективная оценка, так скажем Поэтому нарушения, которые приводят к авариям, тем более к трагедиям Это, как правило, не единичное То есть одно нарушение не может привести То есть это, как правило, ряд нарушений, которые здесь могут быть Которые повлекли за собой Которые повлекли, да, то есть это вот уже из жизненного опыта Поэтому в любом случае, наверное, производители работ не досмотрели за состояние подкрановых путей, в любом случае, лица, отвечающие за безопасность, тоже не смотрели за приборами, которые ограничивают передвижение башенного крана по рельсам. То есть, на мой взгляд, опять же, это как бы будет череда нарушений. Все их установят. В этом я не сомневаюсь, потому что все это документируется, есть специальные журналы, есть приборы, которые ставятся, есть лица, которые допускают в эксплуатацию. То есть, помимо этого, любой у нас башенный кран на сегодняшний момент, башенный именно кран, то есть он допускается в работу после того, как его осмотрит инспектор Ростехнадзора. Это как у автомобиля техосмотр должен быть пройден, да? Даже, наверное, здесь более жесткий подход. Одно время эта процедура была отменена, сейчас она снова введена. До того, как кран вводится в эксплуатацию, после того, как его с объекта на объект перевезли и смонтировали, должен быть вызван, приглашен представитель Ростехнадзора, который смотрит на то, все ли действующие нормативы по безопасности, и работы грузоподобных механизмов выполнены. То есть разрабатывается проект производства работ башенным краном, и в соответствии с этим проектом должен быть смонтирован башенный кран. И вот инспектор как раз смотрит сам проект и все, что сделано на строительной площадке. Причем какие-то вещи делают специализированные организации и акты. Эти инспекторы тоже смотрят, там, скажем, приборы безопасности, настройку их, да? То есть вот комплекс мероприятий, он проводится, это все документируется и предоставляется инспектору. Ну, не говоря уже о самом операторе крана, да, он тоже должен иметь допуски, определенную квалификацию, он должен проходить осмотр. Так, все верно? Да, это все верно. Но, знаете, подход государственных органов, да, то есть, к сожалению, тоже приходилось сталкиваться. То есть те рабочие, которые пострадали, да, они сами себя уже наказали. И то есть их вина, она может быть и есть, да, но она все равно менее значима по сравнению с нарушениями, допущенными должностными лицами. И, как правило, в несчастных случаях, ну, в строительстве, я думаю, и в других сферах, все-таки ответственность несет должностное лицо, то есть инженер-технический работник, а не сам рабочий. Потому что он должен быть обучен, он должен быть аттестован, за ним должны вести определенный надзор, не допускать, не разрешать и все прочее, должностные лица, и в любом случае привлекать к ответственности должностных лиц. А жизнь, здоровье людей, работающих на стройке, они каким-то образом застрахованы в особом порядке? Или тут какие-то общие нормы действуют? Значит, смотрите, во-первых, действуют общие нормы, то есть это, если есть заключенный трудовой договор, да, то есть трудовое законодательство, здесь, конечно, никто его не отменяет. Помимо этого, у нас опасные производственные объекты, к которым относится и башный кран, они подлежат обязательному страхованию. То есть при допуске крана в эксплуатацию, опять же, инспектор Ростехнадзора должен проверить этот объект. Бывают ситуации о знаниях, когда кран работает без допуска Ростехнадзора. Это серьезное нарушение? Это серьезное нарушение, за которое отвечает, ну, в конечном итоге, наверное, руководители организации. Вообще, такие ситуации, они могут каким-то образом сказаться на взаимопоношениях застройщика и заказчика строительства? Ну, минимум это отбрасывает тень, так скажем, да? Ну, давайте начнем с того, что если произошел несчастный случай, причем трагический, да, то есть здесь на какой-то период времени работа этого механизма, этой строительной площадки или части этой строительной площадки, она будет приостановлена. То есть он выводится из этой работы, да, на время? Да, потому что здесь необходимо проведение экспертиз, каких-то следственных мероприятий, и это не день, это может быть и несколько недель, а может быть и месяцев, но на этот период времени это все будет растянуто. После этого последствия данной аварии нужно ликвидировать, ведь этот башенный кран, который упал, он в дальнейшем в эксплуатацию уже не может быть допущен. То есть его нужно, ну, утилизировать, по большому счету, и дальше... То есть восстановлению такие конструкции вообще, в принципе, не подлежат? Я думаю, что это разборка, да, то есть какие-то элементы, какие-то его могут быть в дальнейшем использованы, а сама конструкция, она уже на работе не подлежит, потому что она, скорее всего, при падении получила серьезные деформации. Соответственно, это сроки, это все приостановка, это деньги, мы знаем, что у контракта есть конечная дата, когда он должен быть исполнен и введен объект в эксплуатацию, так что... Задержка по времени, это однозначно, причем серьезная. Ну и потом это непосредственно же, да, дела, собственно, застройщика и заказчика, да, во что это выльется, ну... Как это отразится на сроках, если, соответственно, какие там контрактные обязательства приписаны, штрафные санкции, либо расторжение контракта, то есть, ну, это уже какое-то хозяйственное отношение между заказчиками и заказчиками. В общем, такие варианты, они не исключаются. Я думаю, что не в любом случае будут, в последствии этого будут. Хорошо, перейдем к еще новостям строительной отрасли. В апреле была новость о том, что Кировская область вошла в тройку регионов, где цены на жилье опустились заметнее всего, ну, там такая забавная цифра, конечно, 2,5%, я думаю, что по большому счету это ничего не значит. Средняя стоимость квадратного метра у нас зафиксировалась на уровне 96,5 тысяч рублей. Какие факторы вообще сейчас влияют на формирование цен, что происходит со стоимостью жилья? Что происходит, да, то есть вот эту цифру мы все слышали, за месяц до нее вышла другая цифра, то, что цены на авторичном рынке значительно выросли в Кировской области, и опять же мы стали лидерами, по-моему, в Кировском федеральном округе, то есть из лидеров. То есть тенденция равнонаправлена. Вот эта цифра, ну, какую-то общую тенденцию, наверное, говорит о ней, но в связи с тем, что у нас не так много строящихся объектов, то есть вывод на рынок какого-то нового объекта, он существенно влияет на среднеизвешенную цену. То есть если цена в центре, соответственно, она выше, цена на окраине где-то города, она ниже. Если еще один объект получили разрешение и начали продавать на окраине, то, соответственно, на общую цену он повлиял. То есть вот эта цифра, ну, на мой взгляд, там эти изменения, там, в 20,5%, они ни о чем не говорят. Хитрые такие. Да, цена осталась примерно на том же уровне. То есть если сейчас в центре будет выведен еще какой-то новый объект с более высокой ценой, опять цена средне поднимется. Хотя по другим объектам, которые до этого продавались, ничего не изменилось. В общем, как ни перекладывая, по большому счету, пока ничего не меняется. Какие-то новые тенденции наметились в строительной отрасли? Ну, стоимость материалов. Давайте начнем с того, что все-таки с прошлого года начали выдавать разрешение на строительство. Ну, мы говорили. То есть раз начали выдавать разрешение на строительство, то появились новые объекты, увеличилось предложение. И в любом случае, я считаю это позитивным фактом, в первую очередь, для потребителя. Почему для потребителя? То есть у него появилась возможность выбирать. Выбор. Первое, выбор по локации, да, то есть где человек хочет жить. Во-вторых, наверное, все-таки все равно разные ценовые предложения. То есть есть более дорогие, есть более бюджетные. То есть вот возможность подобрать для себя, исходя из своих возможностей, такое предоставилось жителям города Кира. То есть это первый положительный факт. Второе, конечно, это то, что у нас все равно происходит снижение покупательной способности у жителей. И вот даже по своему предприятию я вижу, что 90% всех сделок происходит с привлечением ипотеки. То есть ипотека в связи с тем, что процентная ставка на нее субсидируется государством, это положительный момент. Ставка у нас тут рефинансирования осталась неизменной, да, в очередной раз? Ну да, там практически пока с нового года ничего не поменялось. То есть вот это положительный момент, который влияет на то, что люди все-таки решаются на приобретение нового жилья. То есть вот эта поддержка, без нее точный рынок бы встал. Как дальше будут развиваться события, я пока не знаю. То есть если поддержка останется государством, ну хотя бы на прежнем уровне, наверное, спрос на жилье, он будет продолжаться. Если поддержка, скажем, ее условия как-то ухудшатся для потребителей, ну процентная ставка, сроки, да, то есть то, наверное, можно ожидать стагнации на строительном рынке. А скачок цен на вторичке, он был закономерным следствием дефицита, да, квадратных метров новых? На первичке. Да. Эта ситуация может еще усугубляться? Еще могут расти? Могут расти цены, как вы думаете? Ну, надеюсь, что нет. Я думаю, что сейчас, наверное, какая-то стабилизация цен должна произойти, ну во всяком случае, там на какой-то такой среднесрочный промежуток, там год-полтора. А вот эти цифры за первый квартал этого года у нас в регионе почти 150 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию, на данный момент в регионе строится почти 100 многоквартирных домов, эти цифры о чем говорят? Или это больше такая статистика? Цифру нужно разделить, да, то есть разделить, потому что здесь суммарная цифра частного домостроения и многоквартирного. То есть по частному домостроению, да, там происходит большой рост, здесь отдельные причины, а по многоквартирному жилью происходит падение. Причем серьезное падение, оно именно связано с тем, что не выдавались разрешения на строительство. То есть если выдали разрешение на строительство, ну это полтора-два года дом будет строиться. То есть если два года назад разрешение не выдавалось, то, соответственно, сейчас нам сдавать нечего. Те разрешения, которые мы сейчас получили, они будут реализованы, ну в лучшем случае в следующем году, а может быть еще и через год. Процедура получения разрешения, она как-то изменилась за последнее время? Давайте начнем с того, что процедура, она регламентируется федеральным законодательством, то есть здесь четко приписан исключительный перечень документов, которые застройщик обязан подать в администрацию. Также есть перечень оснований для отказа, здесь ничего не поменялось. Единственное, как это законодательство применяется на территории города Кирова, потому что даже в нашей практике, я говорю уже про свою организацию, есть судебные решения, где отказ в выдаче разрешения на строительство был признан незаконным. То есть администрация незаконно отказала в выдаче разрешения на строительство. Ну, не знаю, уровень-то общения строителей, чиновников, госслужащих, он, не знаю, достигает того желаемого уровня, которого бы вам хотелось, более какого-то теплого, тесного общения. Давайте так скажем. Общая тенденция по цифровизации. Она ведет к чему? То есть как раз минимизация общения между чиновником и представителем коммерческой организации. Ну, в принципе, те же коммерческие организации. То есть общая тенденция, она задана на федеральном уровне, и с точки зрения, скажем, исполнения своих должных обязанностей я ей придерживаюсь. То есть мы больше перешли в формат письмо, ответ, запрос. То есть официальный запрос. Да, да, да. То есть формальное такое общение. Раньше это строилось больше на каких-то отношениях, вернее, на общениях в рамках оперативных совещаний, деловых встреч. То есть и к нам в союз встретили, приходили представители городской администрации, рассказывали о каких-то новшествах, законодательствах. То есть можно было попросить организовать рабочую встречу, где решить какие-то конкретные вопросы в частной той или иной организации. Сейчас это письмо и ответ. Но вас тот формат не устраивал в том числе потому, что не всегда эти слова реализовывались, эти обещания. Нас, может быть, тот формат устраивал, но тот формат был лет 5-8 назад. К сожалению, этот формат изменили не мы, а чиновники города Киева. С января этого года, напомню, у нас в регионе функционирует еще и полноценный министерство строительства после разделения ведомств. Ну, правда, по имеющейся информации, министерство еще не укомплектовано всеми специалистами. Там еще вакансии есть свободные. 17 апреля во главе министерства находится Юрий Береснев без приставки. И о взаимоотношении с министерством каким-то образом уже выстраиваются? Или это тоже достаточно такой формальный такой... Ну, давайте начнем с того, что функционал министерства регионального, да, то есть он не поменялся, да, то есть от того, что разделили министерство на два, то есть просто, скажем, то, что к нам не относилось, оно к нам и не относилось и раньше, да. ЖКХ и энергетика там, да. Поэтому формат взаимоотношений, он существовал раньше, скажем, нам было проще пригласить на союз строителей и представителей министерства, чем городской власть. И до сих пор там уровень министра, замминистра, замминистра, заместитель губернатора профильный, да, то есть они к нам приходят, они рассказывают о тех планах, которые есть перед регионом, они с нами пытаются выстроить какие-то формальные, неформальные отношения для того, чтобы понять, что нужно сделать, на что мы, может быть, упываем, для того, почему не получается исполнить те планы, которые стоят именно перед органами власти, перед правительством Кировской области. Ну, у нас же принята большая программа, да, строительство до 2027 года. Насколько эти планы вообще воплотимы в жизнь? Ну, давайте начнем с того, что как бы и мы в том числе просили создать эту программу для того, чтобы понимать, а куда мы движемся, да, то есть нам нужно делать больше, или нам нужно делать меньше, или нам, может быть, вообще как бы завтра закрыться и ликвидироваться, да, то есть та программа, которая есть, говорит о том, что нет, закрываться не надо, да, то есть нужно двигаться вперед. В этой программе перечислены те объекты, которые получили финансирование, те объекты, которые хотели бы построить, но которые не подтверждены бюджетным финансированием. Есть планы по вводам жилья, как многоквартирного, так и частного, то есть, ну, какие-то, скажем, наметки для того, чтобы ориентироваться в пространстве, в будущем, да, то есть они для руководителей степени организации есть. Берега такие есть, да. Да, они могут быть несколько размыты, но, во всяком случае, общее направление, вообще какой-то такой вектор, он есть. Дальше будем смотреть уже, как скажем так, в краткосрочной перспективе, как мы можем участвовать в реализации данных планов, какие у нас есть возможности, какие условия для участия в этой программе выставляет государство. В поддержке какой-то конкретной нуждаются строители? Ну, знаете, лучшая поддержка, это, конечно, не мешает, да, то есть это шутка, вот в каждой шутке есть доля шутки, да, то есть у нас, если мы говорим про жилье строительство, у нас, конечно, очень изменчивое законодательство, да, то есть раз в полгода у нас меняются какие-то такие основополагающие условия, то есть это и градостроительный кодекс, либо это 214-й федеральный закон, вот какие-то изменения происходят, то есть нам бы хотелось стабильности, почему? Потому что изменения, они на какой-то период времени вводят ступор, в первую очередь, органы власти, то есть они не знают, как это применять, изменения, да, то есть и мы бьемся в стенку, нам говорят, ну, подождите, сейчас мы разберемся, и тогда мы все ваши проблемы решим, да, то есть вот, к сожалению, это тоже, ну, как бы серьезно на старом виде. Зачастую на местном уровне, да, они действительно не могут дать ответы, ждут каких-то инструкций сверху, из федерального центра. То есть каких-то подзаконных актов, которые регламентировали применение этого федерального закона, их нет, то есть они на самом деле их применить не могут. Что с материалами, Дмитрий Валерьевич, сейчас для стройки происходит? Ну, сезон, сезон вот начинается сейчас, опять же, да. По материалам, так скажем, разостронят, да, то есть если год-два назад... Снова цены скакнут у нас, простите. Если год-два назад, то есть у нас шоу-рост, то сейчас есть некоторые материалы, ну, некоторый, скажем, откат по ценам, есть материалы, которые растет цена, то есть такая тенденция разнонаправлена, ну, давайте так, если так, опять же, среднюю температуру по больницам, то, наверное, цена пока более-менее стабильна. То есть существенных скачков нет. Естественно, есть сезонность, о которой вы сейчас говорили, да, то есть на какие-то материалы, которые имеют такой сезонный спрос, цена возрастет, но это не какие-то такие глобальные изменения, это именно сезонность. Ну, это уже привычная для вас ситуация, да, привыкли, каждый год такое происходит. Сфера, там, необходимость заместить импорт, заместить какие-то вещи перед вами тоже встала? Ну, наверное, вот это в большей степени касается механизмов, да, то есть та техника строительная, которую мы используем, она либо сама импортного производства, либо используют какие-то компоненты, которые в России не производятся. Вот с этим, да, есть... Гидравлика в том числе, там, наверное, да, какие-то механизмы, узлы? Любую, как бы, возьмем даже тот же башенный кран, как раз уж про него вспоминали, то есть там контроллеры стоят, которые могут привезти из-за границы, то есть могут стоять двигатели, могут стоять редукторы, которые привозились из-за границы. К сожалению, как бы, скажем, быстро подойти, найти аналог российский, не внося какие-то конструктивные изменения, невозможно. То есть это, ну, требует определенных усилий. В общем, каждую ситуацию приходится... Решать в ручном формате, да, то есть подбирать что-то подобное, либо, ну, скажем так, не такой, может быть, это сложный механизм, но, тем не менее, все равно приходится его как-то переделать, доделывать, вносить, еще раз скажу, изменения. Тот же контролирующий орган, наверное, тот же Ростехнадзор может еще обратить на это внимание. А я и скажу, что тут какой-то неоригинал ставится. Опять же, как бы, это, может быть, требует согласования с заводом-производителем, да, то есть, если какие-то, может быть, серьезные узлы, как бы, задействованы. В прошлом году мы с вами общались, вы говорили, что там в связи с пандемией пришлось серьезно сократить число рабочих непосредственно, да? Ну, мы нет. Мы не из-за пандемии сокращали, у нас были другие причины. У нас, когда-то были административные барьеры, нам из-за этого пришлось общаться. Все, все, простите, да, тот нюанс как-то, да. Отошел на второй план, просто про пандемию в последнее время тоже очень много говорится, потому что, да, все это продолжается еще достаточно активно. В последнее время пришлось ли возвращать, наращивать? А вы знаете, с этим большая проблема, да, то есть, вот та численность, которая у нас была до этих всех потрясений, мы к ней вернуться не можем. Мы не можем найти тех специалистов, которых мы потеряли. Именно специалистов каких-то узконаправленных, да, то есть, по рабочим профессиям может быть проще, то есть, мы берем людей без опыта и сами их учим, да, то есть... Но на это тоже нужно время. Да, нужно время, но есть такой коллектив, то есть, если у тебя, скажем, 10 каменщиков, да, тебе там еще нужно 12, то ты можешь взять двух человек без опыта, но было бы желание, да, то есть, их обучить, и это не так будет заметно сказываться. А если есть какой-то узкий специалист, будь то инженерно-технический, будь то рабочие специальности, да, то есть, вот с ними гораздо сложнее, их найти крайне сложно. Возможно, из других регионов привлекать, даже приходится где-то искать на стороне. Вот это, скажем, не наш, потому что уровень зарплат в Кирове, он не так высок, он не привлекательен для иногородних специалистов, для того, чтобы привезти рабочих из, может быть, даже там, бывших союзных республик. Именно уровень заработка тут решается. Да, то есть, опять же... Лисоискатели основную роль играют. Да, да. То есть, а мы все-таки зажаты в рынке, то есть, цена метра квадратного в городе Кирове, хоть она и там понизилась, но она все-таки намного ниже там по сравнению с другими городами, нашими соседями. Ну, в общем, строители в этом отношении, в плане кадров, как и многие другие отрасли, да? Я думаю, что да. Столкнулись с дефицитом, и есть серьезные проблемы с тем, чтобы найти конкретных специалистов, необходимость в которых очень высока. Причем вот тот кризис, который мы пережили, да, то есть, он подверг тому, что мы людей сократили, мы от людей избавились, да, от рабочих. Они же не сидели в это время на месте. Такая проблема произошла по всем организациям, по многим, давайте так скажем, организациям, и люди просто, ну, трудовая миграция. Они нашли место работы в других регионах. Я знаю, что по своим специалистам они сейчас ездят на заработки в другие регионы, они там зарабатывают больше, да, может быть, там есть определенные там семейные сложности, но возвращаться к прежнему ритмам они не готовы. Реклама, да, у нас небольшая будет. Дмитрий Сергеев, именно с ним мы общаемся в особом мнении. Сейчас реклама на полторы минуты, и мы вернемся. Особое мнение на 101FM. Я напоминаю, что общаемся мы с Дмитрием Сергеевым, генеральным директором строительной фирмы «Маяковская», членом правления Союза строителей Кировской области и членом регионального штаба Общероссийского народного фронта. Недавно новость была, тоже обсуждали в нашем прямом эфире о том, что городская администрация ищет главного архитектора, который будет еще и находиться в статусе в ранге заместителя главы администрации. Радостная новость для строителей? Или пока непонятно? Пока непонятно. Какой функционал будет, да, у этого человека? А какой должен быть? Чем он должен заниматься? Давайте опять же вернемся к федеральному законодательству. То есть у нас все взаимоотношения между строителями, застройщиками и администрацией, они регламентированы федеральным законодательством. То есть придумать что-то нового здесь вряд ли получится. То есть если у нас была должность управления, начальника управления архитектуры... Начальника управления, градостроительства и архитектуры. То есть если мы его назовем архитектором города, функционал-то от этого не изменится. Формально, скажем, что-то придумать новое мы можем только в рамках того, что существует. И поэтому раньше архитектор города, у него был функционал несколько другой, который сейчас подписан городкодексом. Поэтому я серьезных изменений от введения новой должности не вижу. Ну вот мы пытались тут выяснить у наших собеседников, почему именно еще и в статус тут будет присваиваться заместитель логовой администрации. Это якобы для того, чтобы дать достойную зарплату специалисту. Возможно. Вот если бы он просто был главным архитектором, он бы получал меньше. И, возможно, возникли бы трудности с поисками такого классного специалиста. Ну вот депутат Гордумы у нас Владимир Журавлев в том числе был в эфире. Он говорил, что 10 лет назад поднимали этот вопрос. И тогда не могли найти... Ну, Владимир Венемеевич, наверное, был уже осведомлен. Не могли найти прямо вот такого крутого-крутого человека, потому что запросы там финансовые были очень большие. Ну, вопрос, а что он будет делать, как бы, какого у него будет полномочия? Вот это, наверное, основное. Ну, главный архитектор, это в том числе и стратег, который мыслит и, собственно, на годы вперед. Начальник управления тоже самое. На годы вперед. Начальник управления тоже самое. Ничего не отличается. Я помню, по-моему, Ирина Васильевна Рубцова, она подчеркивала даже сама, что нет, неправомерно меня главным архитектором называть. Я начальник управления. Она сравнилась с тем, что было раньше. Да, то есть раньше полномочия были больше, поэтому она сравнилась с тем, что было раньше. Да, архитектор города был большими правами и обязанностями по сравнению управления, которые существуют на сегодняшний момент. Ну, и, насколько я помню, до 12 мая принимаются документы от соискателей на эту должность. Возможно, в этом году мы уже, собственно, обзаведемся своим главным архитектором. Дай бог почему, потому что это очень важно, опять же, нам понимать, приходит новый человек, какие тенденции, какие видения у него на развитие строительного комплекса. Меня, например, до сих пор поражает то, что у нас, наверное, года три уже нет заместителя администрации по строительству. Да, вы говорили об этом. То есть встретили, видимо, ну, совсем ненужные в городе Кирове, да, то есть Роман Морозов был последним, ну, крайним, да, давайте скажем так, кто занимал эту должность, после его ухода совмещали с другими заместителями, да, то есть, но от профильного, хотя он в штате есть, его так и не приняли на работу. Остается несколько минут у нас в городе в этом году у нас масштабная реконструкция подземных коммуникаций, ну, вот, в частности, участок, да, на Воровского от Октябрьского проспекта до Горького, который, ну, прям вызывает очень много, да, возмущений у автомобилистов в первую очередь. Предстоит нам еще в этом году испытать еще ни на одном участке такие серьезные ограничения с движением. Вам, как видится, вот это все происходящее, можно это делать как-то более деликатно, не знаю, с меньшими неудобствами для жителей или никуда не деться, все-таки надо потерпеть, вот, как... Инженерная инфраструктура, это все-таки наследие советского периода, да. То есть мы от нее никуда не денемся, то есть мы вынуждены только реконструировать, поддерживать каких-то глобальных изменений, наверное, в ближайшее время, в ближайшие, там, десятилетия их не произойдет. Поэтому сети нужно поддерживать в нормальном состоянии. То, чего не было, там, может быть, десятилетия, там, с 90-х и в 2000-х годах. Поэтому эти проблемы, они накопились. То, что сейчас появилась возможность их решать, это, вот я считаю, большим благом. То есть это повышает надежность сетей и, конечно, это будет увеличивать межремонтные интервалы. То есть когда у нас приезжали, раскапывали, ставили заплатку, да, то есть через метр снова рвалось, это как бы один подход. Да, когда сейчас реконструируют большими участками, меняют трубы на новые, то есть вот нужно потерпеть, но потом в дальнейшем мы просто не будем сталкиваться с этими маленькими раскопками, которые там жителям уже, честно говоря, там набили оскомину. Конечно, есть какие-то, наверное, технические моменты, как можно это ускорить процесс, да, то есть интенсивность труда, количество смен, количество привлеченных там подрядных организаций, вот за счет этого, да, можно сократить сроки, но вот, скажем, совсем от этого отказаться, это неправильный подход, эту работу нужно продолжать, обновлять инженерные сети, и тогда мы будем жить спокойно и безопасно. При подключении объектов, которые вы строите, вы наверняка сталкивались, да, ранее с проблемами с подключением к сетям, потому что, ну вот, что-то там уже ветхое такое, или не было таких откровенных историй? Ну, в этот момент, скажем, эти вопросы, они несколько, так, скажем, разведены. Если раньше мы получали технические условия и строили сети сами, то сейчас, опять же, на федеральном уровне, на уровне законодательства, мы должны только заплатить плату за технологическое присоединение, а нас ресурсник должен подключить уже непосредственно там либо до гримса земельного участка, либо непосредственно до стенки здания. Поэтому с этими вопросами, как скажем, мы не сталкиваемся. Единственное, что цена, конечно, от этого зависит. Да, то есть, и причем цена устанавливается на уровне области, на уровне РСТ. Подходы тогда получаются, что для всех застройщиков одинаковые, скажем, там, киловатт мощности, либо гигакалория тепла, она стоит для всех, ну, примерно одинаково, вне зависимости от того, хорошие у тебя сети или плохие. Пара минут у нас, Дмитрий Валерьевич, еще есть. Извините, что буду заканчивать именно на этой ноте, но Вячеслав Николаевич Семяков, глава администрации нашего города, накануне снова поднял эту тему, я имею в виду строительство крематория. По словам Семякова, у нас рассматриваются под этот объект сразу три площадки, две из них в районе Советского тракта и одна на Федяковском кладбище. Сетименеджер еще раз напомнил, что у нас серьезно стоит проблема с местами для новых захоронений, с полутора десятков кладбищ, только два часа работают. Я так понимаю, как, наверное, любой житель хотел бы, чтобы подальше от него, да, этот объект находился, так, на всякий, на всякий случай. Ну, на ваш взгляд, это неизбежность, к которой мы приходим, это появление такого объекта. Я думаю, это уже необходимость, наверное, потому что спрос на данный вид ритуальных услуг, он есть у населения, да, то есть я знаю, что предлагаются услуги по кремации в Нижнем Новгороде, соответственно, это как бы, ну, я и слышал, в Нижнем, то есть, соответственно, это влияет на цену. Раз есть спрос по ряду причин, да, то есть это могут быть и религиозные причины, это могут быть и какие-то, ну, то, что эпидемиологические, скажем так, причины, да, то есть, поэтому такая услуга, я думаю, что в городе Кире должна быть. Естественно, у этого объекта есть своя охранная зона. Нужно найти ту территорию, в которой она бы обеспечивать тем санитарным, может быть, каким-то иным требованиям, да, то есть сделать это, ну, достойным для того, чтобы мы могли при необходимости туда обращаться и получать данный вид услуги. В общем, чтобы это устраивало как можно большее число жителей, не было разговоров, почему именно здесь. Проходим, единственное, нужно найти место, где его построили. Спасибо. Благодарю Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская», член правления Союза строителей Кировской области и член регионального штаба Общероссийского народного фронта с приближающимся 9 мая. Всех, да. Разумеется, всех поздравляем, вас тоже, ваших коллег. Всего доброго, до свидания. До свидания.